Смотрите, уважаемая пресса, уважаемые присутствующие в зале, хочу сказать, что вот этот процесс и заявление от Генеральной прокуратуры, условно говоря, которую самих надо судить, и в том числе, естественно, я единственный заявитель, по заявлениям которого за последнее время в современной России все за решетку сотрудник Генпрокуратуры Окульцева Сергей Васильевич. Это впервые за последние десятилетия на должности генеральской был в начале отдела БУРД. Он на ему заявление все в тюрьму, получил 8 лет лишения свободы. По моему заявлению также было 10 посаженных в тюрьму высокопоставленных сотрудников Московской областной прокуратуры и два сотрудника МВД. И все они избежали судебной ответственности, потому что Чайка, генеральный прокурор, не подписал обвинительное заключение. Они просидели там полтора года, или год, не помню сколько, и выпустили их, потому что Чайка не подписал. Почему не подписал Чайка и Юрий Яковлевич? Потому что там в оборонной депаде прокурорской был Артем Чайка, сын генерального прокурора Российской Федерации. Это давал показания и Станислав Буянский, генерал Московской областной прокуратуры. Это давали, ну, все мне рассказывали, участники, так сказать, наезды на меня. Это видно в том числе и на видео, в моем видеообращении к президенту, сделанном тогда в 2009 году, когда Кульгаев и Суровой, один руководитель Терецкого солерудника, а второй, вернее, Терецкого пароходца, когда Артем Чайка захватил эти структуры и был убит, кстати говоря, генеральный директор Павленой при странных обстоятельствах. Терецкий солерудник. Были убраны все конкуренты оттуда, и, соответственно, он сублен был там гораздо ниже цены, то есть по стартовой цене. Так что он сейчас делает и на лучшей области, отбирает имущество фирмы по Артем Чайку, что называется, посадил несколько человек и заплатил. То есть, вот, собственно говоря, те, кто меня сублен. Это вот, с одной стороны, генеральный прокурор, и возглавляем вот эти вот парни в голубой одежде, сидящие здесь, которые больше похожи на политиктологов, чем на служителей закона. И, с другой стороны, губернатор Московской области, главный заказчик, собственно говоря, по которому давным-давно скучает 20-е статья Конвенции ООН. И хочет наш государство принимать, в том числе и Генеральная прокуратура, 20-е статью Конвенции ООН о соответствии расходов и доходов. Почему? Да потому что все очень просто. Сейчас, если мы зайдем на Рублевку и увидим любое замок генерала ФСБ, пожалуйста, через один дом, там бизнесменов меньше, чем вот этих вот ребят, голубых одежда, черных флантик, или это судья какой-нибудь, или прокурор. Вот тот же генеральный прокурор, Чайку выстрел огромный замок, да, дворец целый на Рублевке, как только наступил на должность, ничего он ни дня не работал, так сказать, как и все эти генералы, ни дня не работал в бизнесе, как я работал в бизнесе, и как я декларировал каждую копейку. В моей декларации есть все, каждый горький артитерпич по моему дому, который в том числе арестован. И мои малолетние дети, да, опять родители меня, трое из которых несовершеннолетние, в том числе арестован этот дом, в том числе имущество, которое я покупал до того, как я был главой Сербайковского района, я показывал достаточно высокие доходы в декларациях. Это можно отследить по документам. Вполне нормально. Я владел в том числе и Багазином Браво, который арестован, и базой металлопроката, я был, так сказать, главный поставщик металлопроката в Сербайкове, будучи предпринимателем. Я начинал бизнес с ДТМ, это такие были союзы молодежи, приобходил ЛКСМ. Я был все на поле ЛКСМ, я был главным дженером в основном, старт построен рядом. Я работал на ноги, в том числе и в оперативном движении. И когда открывал основную инспекцию, я пришел туда первый, да, регистрировал. Мне же тогда было больше миллиона долларов в обороте. И я им показывал доходы и говорю, слушайте, вот такие у меня доходы, вот сколько я заработал. Соответственно, давайте регистрировать. Они говорят, что вы заработали.